Прежде всего хочется поблагодарить Музей современного искусства и арта за возможность, которая была дана нашим авторам выйти в офлайн. Выставка «Я обо мне, про меня» Возможно, изначально нам казалось слишком общо, но теперь мы понимаем, глядя на эти работы, глядя на этих людей, что это именно та тема, которая нужна была и нашим авторам, наверное, и Музею. Очень радостно видеть горящие глаза. Люди подходят, люди делятся, люди делятся не только своим творчеством, но и внутренним огнем. Я не художник. Я инженер. Творчество — это мое хобби. Я по профессии лесомеханик. У меня династия резчиков по дереву, поэтому я после высшего образования занимался резьбой по дереву. Уже четыре года занимаюсь, можно сказать, профессионалом. Постановщик массовых мероприятий и праздников. Дизайнер интерьера в данный момент. По профессии я специалист в области информационных технологий, но искусство — это моя жизнь. Переводчик и иллюстратор. Экономист. Я являюсь топ-менеджером. В обычной жизни я также являюсь художником. Я стрит-арт-художник. Занимаюсь типографикой. Я очень увлекаюсь автомобилями, автоспортом, и моя профессиональная деятельность много лет была связана именно с этой тематикой. В обычной жизни я госслужащая. Мое хобби — парфюмер. Графический дизайнер. Я визажист-пример. Но рисую я достаточно давно, с детства. Долгое время я занималась керамикой. Я больше десяти лет работала стоматологом. По профессии уже не работаю. Занимаюсь живописью и искусством. Смелость, свобода и настроение. Это аллюзия к ежику в туманности. Это омаж русской иконе. Свет, который пробивается сквозь тело, мне кажется, использовался русскими иконописцами, символизировал свет преображенного человеческого естества. Напоминание самой себе о своем потоке жизни. Пожалуй, это динамика, но при этом спокойствие. Природа как высший вдохновитель. Келья современного затворника. Это работа о самоизоляции и тревожности о будущем. Это внутренний мир, наверное, самого интересного человека, которого я встретила в собственном воображении. О спортсменах, которые, заканчивая дистанцию, не имея уже физической силы и возможности ее завершать, по сути, все равно силой воли преодолевают эти последние километры. Моя работа про всех женщин, про меня в частности, об их единстве и о том, чтобы мы перестали видеть друг друга и конкурентов, становились ближе. В своей картине я затрагиваю тему внутренней миграции молодежи в России. Это шахматный поединок, который разгорается внутри личности человека между его светлой и темной стороной. Это свобода, выбор и противоречие. Концептуальное, яркое, современное. Мистическое, символизм. В ней очень много символов и все они имеют соответствие с Меркурием и с Арканами Таро. О том, что всегда бывают ошибки и, несмотря ни на что, эта девушка, которая обнимает свою иллюзию, не признает, что это иллюзия, она все-таки ее обнимает. Попытка понять что-то. Банально? Эксперимент, уважение к забытому виду прикладного искусства, как папье-маше и эта возможность выразить музыку в какой-то симфонии нетрадиционным способом. Мягкая, нежная, искренняя. У меня стиль называется натур-символизм. Он как раз об столкновении возможного и невозможного. Впечатление, переосмысление, цифровая журнадь. Это размышления о пути России и человечества. Скорость, мощь, не знаю, сердце. То есть это что-то внутри меня. Все то, что заставляет нас верить в какие-то странные вещи, помимо того, что существует в нашем мире. Изначально сфотографированный автопортрет на фотоконкурс, с которого потом я сделал работу цифровую. Это макабр, готика, неон. Ночь, метафора, волк. Темное искусство, дарк арт, дарк фэшн. Это часть квадрипсиха «Дуйся круглый год». И на этой картинке представлена, собственно, моя собачка. Эта картина была написана по фотографии. На фотографии известная британская модель «Дафни Селф». На сегодняшний момент ей 92 года. Жесткая, искренняя, бескомпромиссная. Я занимаюсь шитьем, я занимаюсь изготовлением рюкзаков, сумок и всего тому подобного. И, в принципе, все мое творчество связано именно с этой темой, ну, то есть с шитьем. Небольшая абстрактная композиция. Легкая, успокаивающая и метафоричная. Я изобразила на ней себя и своего мужа, нашу связь с друг другом, нашу связь с внешним миром. Корешка, вырывающаяся из банки – это все мы в период блокдауна. Это работа о моем родном городе Азбесте. Я родилась в маленьком промышленном городе и изобразила одну из фабрик. Я хотела передать весь вкус лета в одной тарелке и некую безмятежность, состояние своей души, спокойно взирающей на этот мир. Картина была написана в процессе размышления над философией одноименной японской традиции. Прежде всего, кенсуги – это японское искусство реставрации керамических изделий с помощью лака, смешанного с пылью из драгоценного металла. Поломки и трещины неотъемлемы от истории объекта. И поэтому не заслуживают забвения. Я передаю эту философию зрителю через детали и пустоту, которая содержится в картине. Потребление материальных и нематериальных благ – сегодня это наша религия, это факт нашей жизни. Никто на свете, ни один специалист в любой области не сможет дать нам точную формулу наших желаний. Желание потреблять всевозможные блага во всем их чудовищном многообразии. Но эта формула есть, она существует. Возможно, путь познания этой формулы перед вашими глазами, а сама формула у вас в голове. Идея данной работы не вынашивалась годами, не выдумывалась, просто появилась. Когда я запускаю программу для рисования в VR, я всегда рисую сначала синюю линию. Стараюсь во время работы не показывать никому свою картину. Я настраиваю себя, когда включаю какую-то музыку, я сливаюсь с ней, потеку в этом потоке. Когда мое творчество сливается с творчеством именно музыкальным, то есть музыка меня вдохновляет. Если не включать телевизор, тогда все получится. Ну, обязательно лечь, как можно попозже встать пораньше, выпить чаю, да и, в принципе, сесть работать. Кумиром является муки Десенхаль, а из современных Ромеро Бритто, его экспрессия, его цвет. Николай Рельх. Он меня очень вдохновляет, его горы, и мне бы хотелось даже отправиться вместе с ним в путешествие. Андрей Горбунов. Мне хотелось бы стремиться к его результату. Мне бы очень хотелось пообщаться с Иранским Кирклером, но, к сожалению, такой возможности у меня уже никогда не будет. С Данилом Курнегиным. С мексиканской художницей Фридой Кало. Абсолютно ни с кем, мне давно уже никто не вдохновляет, а больше вгоняет депрессию. Пожалуй, то, что оскорбит большое количество людей. Череп. Халдуру. Что-то идеальное. Не буду использовать черно-белую графику, потому что все-таки цвет и его сочетание, это то, что меня вдохновляет. В 2020 году хочу выставиться в Ирарте, это было пару лет назад, но я совершенно не представляла, как это можно сделать, и можно ли это сделать вообще, просто я очень люблю этот музей, он всегда меня очень вдохновляет, он, на самом деле, достаточно частный здесь гость. Это, конечно, не описать эти эмоции, которые я испытала, поэтому я очень благодарна, большое спасибо. Я всегда мечтала оказаться в этом музее, и вот объявлен был конкурс, и итоги выставлены 18 августа, мой день рождения, и когда ты открываешь пост, и смотришь на это, ты не можешь поверить своим глазам, у тебя сердце вырывается из груди, и ты думаешь, Yes, неужели моя мечта здесь? Вот, собственно, хотела об этом поделиться.